Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры No Man's Sky с обновлением Next. В прошлой серии мы с вами приобрели вот этот классный синий звездолет, друзья. Насколько классный еще пока не совсем понятно, но обмен был вполне себе нормальный. Наверное, я еще не знаю как особо в этом разбираться, понимать. Хорошо я поменялся, плохо поменялся, ну в общем как-то так. Так, и, внимание, инвентарь звездолета, друзья, немножко подсобрал здесь я ядро личинок. Кстати, это классно, продадим здесь на вскидку пара-тройка миллиончиков лежит, это хорошо. Так, впереди у нас я заметил, во-первых, пока летел заметил воду, друзья, вот такую интересную. Я уж не знаю там токсичная она, не токсичная, давайте-ка мы с вами заглянем, а может быть даже занырнем. Если, конечно, камера нам позволит как-то тут заглянуть под воду. Вот, можно, друзья. А ну, нырни. Ни разу не видел, как это выглядит под водой. Ну, вы знаете, круто, здесь очень маленькая глубина, но я думаю, да, дополнительный запас кислорода. А, вон оно как, кстати. Угу. То есть какое-то время можно находиться под водой. Вы знаете, что-то как-то управление под водой такое себе. И где-то здесь я заметил груз. Посмотрим еще, поизучаем эту планету. Спасибо огромное, друзья, за ваши советы. Очень правильные, дельные вещи. Подсказывайте. Так, здесь что? Скорее всего, да, ржавчина. Вообще, напишите мне интересно, есть ли смысл собирать ржавчину. Что она дает, зачем она нужна. Она, как по мне, ничего особенного совершенно. Кстати, там такой у нас интересный какой-то товарищ. Здесь вообще все такие чудные на этой планете. Тем не менее, 3000 мы получили. Еще мне подсказали в комментариях, что можно сканером очень здорово зарабатывать. Но, конечно, для этого нужен классный мультитул. У нас с вами пока вот такой. В прошлой серии у нас была возможность прикупить там за почти 3 миллиона себе мультитул. Но я не решился. Но мне подсказали, что мультитул покупай, не думая, если найдешь А-класса мультитул, сразу бери. И желательно винтовку, потому что она лучше. В общем, все будет, все сделаем. И давайте поизучаем немного эту планету, поищем что-нибудь. Здесь интересное. Может быть, найдется какая-нибудь база, какое-нибудь задание. Может быть, мы сможем, например, тот же мультитул где-то здесь купить. У нас задание добраться до открытого космоса и совершить варп-прыжок. Но пока мы это делать не будем. Пока мы немножко здесь полетаем, посмотрим, что мы можем тут найти и увидеть. Вот, например, смотрите-ка, вот это классно. А ну, посмотрим. А здесь целая посадочная площадка. Ну что ж. Приземлимся сейчас. Немножко изучим здесь местность и область. Так, получается, это просто такое же крушение огромного транспортника. Выходит так. Грузовая капсула. И вот как раз для нее нужен пугний, друзья. Я это помню. Мы такие штуки находили. Вы знаете, пугни у нас нет, но мне опять же подсказали, как его добыть. Добывается он из стражей. Но мы с вами его видели в продаже. Может не заморачиваться со стражами, например. А попытаться просто... Одна капсула. А, у нас даже они практически на поверхности. Не нужно копать. Может быть, купить его сейчас. Метнуться и попытаться повскрывать вот эти капсулы. Я вот честно знать не знаю, что в них лежит. Ага, посмотрите. А здесь уже нужен чистый феррит. Это интересно. Чистый феррит. А из чего он у нас делается? Предположу, что он делается у нас. А ну посмотрим. Если мы положим ферритную пыль, например. Мы получим чистый феррит при этом. Да, мы получим чистый феррит. Это хорошо. 15. Насколько я помню, нужно было нам, чтобы открыть эту капсулу. Так, давайте сделаем 15. Для начала откроем, посмотрим, вообще стоит ли это того. Я вот не знаю, что в этих капсулах вообще находится. Зачем это нужно? Сейчас заберем все это хозяйство и проверим, узнаем. Нет, 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 заряжать не надо. А ну-ка, интересно, что там у нас внутри. 58 углерода, 1 кислота. Воу-воу-воу. Тише, 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 тише. Тише, тише. Что случилось? Там радиация долбит вообще неистово. Посмотрите-ка, что творится с этой капсулой чудесной. Вот это она меня подкусила сейчас, просто так, совершенно. В общем, понятно. Я думал, может что-то там интересное в этих капсулах есть. На самом деле нет. Ничего особенного. Вызвать звездолет. Навигационные данные. Кстати, неплохо бы нам купить. Мне советуют еще поискать разбившиеся звездолеты, потому что их можно очень здорово и очень классно менять на хорошие, на новые. Для этого нужно установить мне анализатор частот, или что-то такое, поискать какие-то аварийные частоты и поискать упавшие звездолеты. Интересно, по какому принципу вскрываются эти грузовые капсулы? То есть вот здесь за чистый феррит открывается. Там, например, запугни. Может быть, те, которые запугни открываются, они в себе несут, например, что-то более ценное? А ну-ка, если мы с вами немножко взлетим, чтобы чуть-чуть с высоты наблюдать нам. Эту... Ох! Ничего себе мы взлетели. Немножко. Хотел чуть-чуть над землей, чтобы с высоты наблюдать. Ну все, 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 хватит, хватит. Я понял. Неплохо бы нам найти какой-нибудь торговый терминал и продать вот эти яйца. Так, а собственно, что нам эта планета? Давайте-ка мы выходим в открытый космос, ищем станцию. Вот она как раз, станция есть впереди. Вот она-то нам и нужна. Космическая станция. И давайте-ка мы прыгнем сразу к ней на суперскорости нашей. Сейчас мы залетим сюда и уже здесь поторгуем, посмотрим, что здесь за разы. Может быть, какие-то задания возьмем, потому что уже хочется какой-то движухи, а движуха у нас пока только лишь прыгать по всяким системам, варпами и искать какие-то ответы среди звезд. Но хочется, конечно же, какой-то цели на серию. Опять же, чтобы не бесцельно здесь гонять, собирать углерод и так далее. Хочется чего-то интересного. Давайте попробуем здесь пообщаться, поговорить со всеми. Может быть, что-то нам дадут. Еще порекомендовали собирать на столах всякие штуки. Иногда лежат типа навигационных данных, там что-то такое. Я до конца еще не понимаю, что это. Я еще таких штук не замечал, не наблюдал. Ну вот здесь, например, ничего такого я не вижу. Какой-то местный телевизор зато есть. Существо-аналитик. Язык непонятен совершенно. Огни на корпусе электронной формы жизни становятся ярче. Существо резко дергает головой вправо и странное жужжание сигнализирует о невидимом стремительном потоке данных. Загрузка завершает существо упрощает свою систему коммуникаций до обычной речи. попросить помочь диалектам. Давайте попросим. Существо-аналитик Гедова учит меня новому слову на своем языке. Выучи слово редкий. Угу. Ну хорошо. Давайте-ка посмотрим, что вот этот представитель гильдии некой. Я уже видел эту метку. Это знак гильдии исследователей. существо не заинтересовано в данных, которые я могу предоставить. Возможно, диспетчер заданий на ближайшей станции поможет мне. Понятно. Это мы видели. Нам нужна репутация. Хорошо. Ребята все-таки приветливые. Посмотрите, все машут, что там пытаются общаться. Молодцы какие. И знаете, еще один такой интересный момент. Где-то у нас вот здесь есть закладка открытия, друзья. И если нам каким-то образом эти открытия загружать, у нас будут добавляться ниты. Так, загрузить. А вот загрузить всю фауну. Оп, 283 наниты, друзья. Это прикольно. Это прикольно. Это мы вот, кстати, отсканировали. Вот у нас сколько всех. А ну посмотрим. И здесь еще есть и флора, и фауна, и какие-то места. Интересно. А ну давайте попробуем загрузим. Посмотрим, сколько нам дадут. 343. 350. Друзья, наниты пошли. Посмотрите, какая красота. Очень классно. Вот это классное занятие, друзья. Загружаем куда-то и получаем за это наниты. Это здорово. А ну-ка, на этой планете еще антифауна, может быть. Место одно есть. тоже хорошо. В сканировании есть свои плюсы. 408 нанитов как с куста. Друзья, оп, и в нашу копилочку прилетает. Отлично. Давайте-ка поищем здесь с кем поторговаться можно. Что-нибудь попытаться у них зацепить интересного. О, какой кораблик там. Прикольный, посмотри, такой желтенький, маленький, компактный. А ну-ка, на столе, не, на столах какие-то стандартные чашки. Ну, не совсем стандартные чашки, но тем не менее чашки. Осмотреть серный газ. Нет, не стоит. А то сейчас инвентарь себе забью всякими серными газами по чуть-чуть и не смогу. Потом нормально что-то взять. Радостный перевес электронной формы жизни вокруг стихает. Существо открывает свои персональные данные, огни маски размываются, а потом в его внутренних системах возникает сбой. Столбцы данных показывают, что запас энергии стремительно истощается. Существо смотрит на меня, надеясь на мою помощь. И медленным отчаянным жестом указывает на собранные мной ресурсы. Углерода 75. Друг, держи, конечно, вообще о чем речь? Существо медленно вставляет элемент в отсек на бедре. Оно немного приходит в себя и благодарит меня подарком. 14 нанитов. Спасибо тебе, друг, большое. И репутация подросла. Это тоже очень важно. Ну что, давайте-ка мы посмотрим, что мы можем прикупить. А интересует нас очень такая штука важная для крафта улучшенного мультитула. Точнее, улучшенного расщепителя. Давайте сперва посмотрим, продается ли здесь такое. Вот он, технологический модуль. Друзья, вот это очень нужная штука. Будем брать, как говорится, по-любому. Смотрим, что еще есть, что нам нужно. Да, в принципе, пугни тем временем есть, но, как выяснилось, нам он особо не нужен сейчас, по крайней мере. Возможно, нужен будет в будущем. Технологический модуль. Угу. А сколько там нам нужно было? Я уже не помню. Так, а как там переключиться? Вот, продать. Хорошо. Ну, у нас, наверное, на продажу нет ничего интересного. Вот серный газ можем продать. Не знаю, друзья, продам. Просто барахло будет валяться. выделяется из мордида и грибковой плесени. Слабые кислоты используются в различных энергоячейках. Ну, оставим. Пока оставим. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрите, вот сколько были уже в терминалах. Нигде не было зеленых вот этих процентов. В основном все красное. В основном везде снижение стоимости у нас идет. Ржавчина продадим. Я думаю, что это барахло нам просто не нужно. Оседающая масса. да, тоже продадим. Может быть и зря, но ладно. 28 эридроличинки за 2 миллиона 650 тысяч, друзья. Внимание! Бам! Все! И снова мы миллионеры. Отлично! Может быть сейчас даже мультитульчик прикупим классный. Не исключено. Так, больше ничего мы продать не можем, поэтому отправляемся дальше исследовать здесь всякие местности. На этой базе закрытая дверь. Атлас пас требуется. Друзья, подскажите, пожалуйста, в комментариях, где вот этот атлас пас берется. Важный этап путешествия тем временем. Наверное, богатей сейчас дадут. Здесь кто-то есть, здесь знаком с опланетянами. Нет, не богатей. Ну, хватит, хватит. Можно все, можно играть уже. Дайте мне поиграть, пожалуйста. Мультитул. 8 ячеек. Да, вы знаете, честно говоря, ничего особенного в нем нет, даже менять, наверное, нет смысла. Продавец технологий. Стоп, а зачем мы ушли? Нам же с ним пообщаться нужно. Давай-ка, дружище, ты там что-то на флуде много, формы жизни предлагает, что-то тяжело. Понятно. При виде огни доставят несколько планов. Понятно, обменять скопление нанитов, приобрести компоненты. Давайте посмотрим сперва компоненты. Модуль плазмомета, плазмобластера. Ясно. Так, модуль плазменного, а где-то есть модуль сканера. Вот он. За 294 нанита. Модуль расщепителя, тем временем, тоже присутствует. Это все как раз нужно для мультитула, как я думаю. Но пока мы это брать не будем. Обменять скопление нанитов на чертежи. Боевой прицел. Ага. Улучшение мультитула. Система сканирования строится мощный дополнительный процессор, значительно ускоряющий перезарядку устройства. Повышает потенциальную частоту сканирования. Так, хорошо. А мне посоветовали, вот, давайте-ка попробуем это найти. Какой-то сканер частот или что-то такое, если я правильно это все понял. Хорошо. Пока я не знаю, что мне из этого нужно. Пока, наверное, ничего. Но точно знаю, что мне нужно установить вот эту технологию. Для этого два технологических модуля мне необходимы. Где у нас терминал? Берем модули технологические. Два. А давайте купим штук 10, может быть. 500. Ладно, пускай будут. Мало ли, еще в будущем пригодятся, потом будем жалеть, что не купили. Я думаю, если что, так же мы их легко, собственно, и продадим, как легко их купили. И что ж, давайте апгрейдим. Теперь наш мультитульчик классный. Хотя сейчас раз, друзья, меняю через шаг на новый, и все, и полетело. Вот, зашифрованные навигационные данные. Оп, 11 нанитов, друзья, красота. Вот такие всякие кубики мне тоже рекомендовали смотреть. Форма жизни предлагает мне чертежи экзокостюма. Оу, а ну-ка, друг, давай посмотрим модуль защиты звездолета, гипердвигателя, позитронного эжектора, эжектора. А ну-ка, чертежики взглянем. Фазовый луч, сканер экономики, технология сенсоров дальнего действия. Что это такое? Улучшение галактических сканеров корабля, это устройство позволяет получать подробные данные об экономике звездных систем без необходимости их посещать. Так, приемник телепорта, устройство, которое изменяет модуляцию стандартных сигналов связи корабля, чтобы они передавали не только данные, но и материю. Звездолет, оснащенный таким устройством, способен передавать продукцию вещества на экзокостюм пользователя и обратно на большом расстоянии. Слушайте, полезные вещи здесь. Действительно военный сканер. Улучшенный галактический сканер корабля, это устройство позволяет просматривать на галактической карте информацию о военных конфликтах. Циклотронная баллиста выпускает большой сканер шар сконцентрированных заряженных частиц, который движется вперед и при попадании в цель наносит большой урон, зарядом не управляется, продолжает движение. Ну, вы знаете, наверное, все это классные штуки, обалденные, но пока продавец технологий. Пока я не знаю, друзья, действительно, мне нужно это сейчас или нужно это потом, я вот не могу пока понять, к сожалению. Модуль двигательных систем, экзокостюма. а вот здесь можно что-то прикупить. Кстати говоря, подводной защиты увеличит время нахождения под водой, защита радиации токсинов, модуль щита. вот это наверное есть смысл прикупить. Жизнеобеспечение. И вот это вы знаете, давайте пока купим вот эту штуку, мне кажется, она должна быть очень полезной. А что еще у него есть? Защитная решетка. Репутация, кстати, посмотрите, необходимо не все, здесь можно еще и купить. У него оказывается, хорошо, третий солевой рефрактор какой-то. А ну-ка мы с вами сейчас вставим в экзокостюм чего-нибудь, ферритная пыль. Посмотрите-ка и выкинуть-то нечего, что интересно, дегидроген выбросим. А где-то у нас по-моему вот восстановитель кислорода. Так, это не то. Подождите, а к дом, куда мы купили эту штуку? Экзокостюм. Нет. Вот, где-то здесь. Модуль двигательных систем установить. Да, установим, хотя бы будем быстрее передвигаться. Я думаю, это полезная штука. если что, друзья, ну, поменяем когда-нибудь. Давайте сменим внешность. Традиционная смена внешности возьмем какую-нибудь. А вот такую возьмем. Беленьким побудем, побегаем. А где еще такие кубики чудесные с нанитами есть? А нигде. Ох, красавец какой. А ну посмотрим. Купить звездолет. 24 ячейки. Слушайте, прикольный звездолет, конечно. Хотя у нас 22 ячейки. Нет, у него получается в принципе обмен такой себе. Я не знаю. Наверное, нет смысла заморачиваться. Ну, этот будет, наверное, миллиард стоить, я думаю. Запросто. Вряд ли он будет дешевый. посмотрим. 34 ячейки. Сумасшествие какое. 17 нет, Спасибо. Классный у тебя кораблик, но мы, пожалуй, на своем. Вот, единственное, я не понял, как брать задание. По крайней мере, ну, на этой базе ничего такого про задание нет. А ну, давайте вот так попробуем. Через сканер, может быть, как-то через сканер здесь что-то будет видно. Да, на самом деле не особо здесь что-то видно через сканер. Друзья, напишите, пожалуйста, как брать задание. Где, и у кого, и каким образом. Потому что только лишь одно с вами задание мы брали. Больше как-то нам не удалось. не удалось, не повезло еще какой-нибудь заданец подхватить. На этой планете мы были. Интересно бы посмотреть какую-нибудь планету, на которой мы не были. На вот этой, наверное. А ну-ка отсканируем. Белковый жемчуг, звездный луг, плодородная планета. Так, хорошо. Какие тут еще варианты? Или все-таки отправиться по заданию, наверное, и совершить гиперпрыжок? Ну, допустим. Давайте попробуем еще немного продвинуться по заданию. Своя база, вы здесь, пункт назначения. А нам раз сюда нужно? Нет, наверное, нет. А почему сюда показывается? Странно. Вот этот значок показывает же, насколько я понимаю, куда нам нужно. Хорошо. Давайте, подождите, не будем спешить. У нас есть закладка, где есть журнал. Пробуждение. Угу. Совершить варпрыжок в другую систему. система не указана, поэтому мы, наверное, совершим ее куда-нибудь в другое место, я думаю. Не полетим мы туда, куда нам показано, а мы, скорее всего, полетим куда-нибудь в другое место. Вопрос только, как это все здесь переключается. Так, вот, например, сюда. А ну-ка попробуем. Варп недоступен по какой-то причине. По какой, интересно. 29 световых лет. Угу, вот сюда доступен. Ну, давайте прыгнем сюда. А почему туда недоступен? Странно. Пока все это странно. Воу, а там у нас отчет службы мониторика гипердвигатель неисправен. Отсутствует варп топлива. Поиск источника топлива. Поиск, поиск. Источник найден. До источника варп топлива 16. Ага, 16. Знаменитая цифра. Принять ориентир? Принять, конечно же. Ориентир принят. Расчет маршрута. Так, у нас здесь есть космическая станция и источник. А вы знаете, там какой-то флот. А ну, давайте поближе подлетим. Интересно все-таки посмотреть. Слушайте, самое главное, чтобы они не разломали нам корабль. Это чудо-флот какой-то. А еще, друзья, если можно, подскажите, пожалуйста, в комментариях вообще, по какому принципу здесь нужно дальше грузовой корабль. Слушайте, это интересно. Ну, например, грузовой корабль. и что с ним делать, и зачем он нужен. Платина. Прикольно. А ну, давайте попробуем залететь в него. Конечно, очень интересная ситуация такая. Я еще не находил подобной штуки, даже не знаю, зачем они нужны. Хотя, мне писали в комментариях, что подобный корабль можно заиметь для себя. Сделать такую передвижную базу некую. Это, конечно, очень интересно. я вот что хотел спросить у вас и попросить. Вообще, скажите, по какому принципу здесь нужно, ну, в общем-то, играть? Потому что игра, как я понимаю, поощряет, в принципе, некое свободное исследование. Делай, что хочешь, иди куда хочешь. Но, как-то бесцельно бегать по планетам постоянно, я не вижу смысла. Наверное, нам все же нужно как-то с вами определиться, в каком принципе. То ли мы строим базу, то ли мы изучаем планеты, то ли мы там воюем с кем-то. Хотя, я еще даже не понял, как и с кем, и где. Так, давай-ка, друг, ты нормально заговоришь. Аура значительности вместе с тем усталости явно указывает на то, что это был капитан судна. Интересно, утомляет ли их бремя владения? Должно быть ответственность за жизнь и благополучие их команды тяжким грузом лишить на их плечах. Он наверняка прислушается к предложению. Владение грузовым кораблем открывает доступ к строительству базы прямо на борту, а также к ангару для размещения кораблей и к инвентарю большого размера. Грузовой корабль. Да ладно. Нет, за 6 миллионов, к сожалению, мы его не купим, потому что у нас их просто нет. Вот так вот. Спасибо тебе, друг. Приятно было познакомиться. Поговоришь со мной? Не поговоришь. Ну, как хочешь. Давайте-ка мы отправимся дальше. У нас есть метка. Вот пока есть метки всякие, такие подобные. Есть какая-то цель. Как только метка пропадает, там, сделайте гиперпрыжок, там и так далее, варпрыжок точнее, ну или гипер, там одно и то же. Тут же как-то начинаешь думать, что тебе делать собственно дальше. Вот и я хочу понять. Давайте мы с вами вместе определимся, что мы просто делаем дальше. Строим, летаем, воюем, собираем яйца, я не знаю, там ищем корабли какие-то разбившиеся. импульсный двигатель отключен. Давай, все нормально, можно, уже можно. Поехали. Изучим еще один сигнальчик. Источник топлива. А довольно долго лететь, кстати. Вот это да, интересно. Таких дальних перелетов, по-моему, у нас еще не было. Ну что, интересно, всегда интересно залетать на такие новые планеты, на которых не было. потому что сразу думаешь, а какая тут флора, а какая тут фауна, а что тут вообще? А ну-ка, облака, расходись. Ну, в общем, так себе, друзья, честно вам скажу. Пейзажик мог бы быть и посимпатичнее. Ну да ладно, такой, значит, такой. Мы особо не будем привередничать. Все. Приземлились. Хотя, приземлились, это вообще далеко не тот термин. Слушайте, такое чувство, как будто мы по стеклу ходим. Прикольно. Так, дождь пошел. Что за дождь? Опасный. А, токсичная планета, ясно. А ну-ка, друг, отсканируйся-ка скорее. Ходячий, ты на нит. Практически. Стражик у нас здесь напрягается тем временем. Воу, друзья, вот это мы сейчас стали выстреливать. Посмотрите-ка только. Запуск протокола обнаружения аномалий. Мне еще не приходилось видеть ничего. Хотя бы отдаленно похоже на это строение. Оно другое. Оно кажется каким-то чуждым, неуместным. Глядя на него, я слышу слова, странные обрывки речи. Это странник. Это друг? Угу. Это странник. Давайте выберем странник. Так странно отвечать на вопросы, которые, кажется, существуют только в моем воображении. Однако, мой ответ явно был услышан. Я чувствую, что нечто проснулось и пристально на меня смотрит. Оно задает мне новый вопрос. Это первое? Это последнее? Я думаю, это первое. Я не знаю, правда, но мне кажется, что это первое. Я не знаю, кто и как ко мне обращается. Монолит очень стар. Я не могу отделаться от мысли, что он задавал эти же вопросы уже много, очень много раз. Он вновь заговаривает со мной. Оно увидело алое око. Алое око. Увидело его? Вероятность аномалий превышает допустимые параметры. Обнаружено вторжение. Воу! Какое вторжение? Внимание, внимание! Границы исчезают, стены рушатся от тебя. Вселенная ждет. Найди нас, странник. Так, это интересно. Какое вторжение? Я не заказывал. Найти таинственного посланника доберись до открытого космоса. Так, и снова нам нужно, скорее всего, варпрыжок. А может быть и нет. А что там наверху? Ну-ка, давайте посмотрим. А ничего, собственно, здесь обычная крыша, если это можно вообще так назвать. Что у нас вообще тут есть? Давайте-ка посмотрим. Медь. Так, это хорошо. Здесь что? опасная флора. А ну-ка, отсканируем эту опасную флору. Заберем немножко нанитов с нее. Груз некий. Серебро тут есть. Посмотрите, впервые вижу залежи серебра. Неизвестное здание. Маяк. Ставим точку. Потом разберемся. А там много всего. Посмотрите, залежи полно. Серебра вообще вагон. Тысяча. Вообще, когда улучшить мультитул, точнее, сканер, напихать в него С-класс технологии сканирования, улучшений, нам за всякие сканирования, друзья, будут давать дикие деньги просто. Просто дикие. Там по 200 тысяч будут давать. Во-воу, приземлись. Ты чего так полетел? Чудо-кораблик. Чуть нас всех не угробил. Ты что? Не делай так больше. Тихо. Не сюда. Не сюда. Не надо сюда. Тут страшно. Давай, вылезаем отсюда быстрее. Ой, ты какой. Ох, друзья, неужели я не вылезу? Нет, должен. Должен и обязан. Оп, ну хоть к кораблику залетели. Маяк. Получается, это просто обычное сохранение, что ли? Я так понимаю. Ну хорошо, давайте его. Точка маршрута. И что это нам дает? Обнаружено небольшое поселение. Вот это уже интересно. Хотя нам, наверное, туда и нужно. Или это маяк нам дал эту точку? Она очень похожа, кстати, на точку поймать сигнала вон поста обнаруженная инопланетная станция. Ага, вот это интересно. Ну хорошо. Слетаем, познакомимся там с местными ребятками. А по пути может что-нибудь еще и тут заметим тоже интересно. А ну-ка секунду. Не понял, а это что такое? Странно, непонятная какая-то штука. Хорошо, погнали. В общем, в комментариях буду ждать, друзья, от вас какого-то совета. Вообще, как мы будем с вами поступать, что мы будем делать. Может быть, пора уже начать строить свою базу, например. Может быть, пора уже там какую-нибудь десятую, двадцатую, сороковую планету открыть к этому моменту времени. Я не знаю, честно. Я вот пока играю, мне очень нравится эта игра, мне нравится все абсолютно. Вплоть даже от обычного исследования планет, заканчивая гриндом каких-то ресурсов, сборкой яиц и так далее. Мне все нравится в этой игре, но я хочу, чтобы комфортно было еще и вам все это дело смотреть, поэтому давайте такой сценарий какой-нибудь придумаем вместе с вами. Может быть, сейчас где-то здесь нам дадут задание, например, было бы неплохо. Так, а во взлетном ускорителе я заметил у нас недостаточно топлива. Кстати, давайте-ка проверим. Звездолет, взлетный ускоритель, так и есть. Топливная ячейка, хорошо. Металлическая обшивка. Вот так вот закончилась у нас ферритная пыль, вот в принципе и нашли себе занятие. Пособираем здесь ферритную пыль. 14 ячеек за миллион. Нет, что-то не то, мне кажется, это не очень выгодный обмен, как по мне. Я думаю, не будем, друг, мы, наверное, покупать у тебя этот мультитул, так что извини. А ну-ка. Оп, 13 нанитов, друзья, шикарно. И здесь, наверное, немножко есть, да? И здесь 4. Красота. А это знакомые ребятки, кстати говоря. Мы уже с ними знакомы. Да, воин совсем молод, но он выглядит напуганным. На экране его терминала появляется информация о его предстоящем задании. При виде меня его глаза расширяются, он падает на колени, он протягивает ко мне свой мультитул. Воин жалобно схлипывает, каждое его движение выдает страх. Он настолько не в себе от ужаса, что даже забыл о камерах, наблюдающих за ним. Взять мультитул. Ну, например, молодой призывник готовится покинуть свой пост. Камеры записывают все его действия. так, друг, что ты нам дал? Он нам просто так его отдает? Серьезно? Эх, жалко, вот эту штуку нельзя переставить. Вот о чем я говорил, друзья, у нас получится так, что мы просто в какой-то момент поменяем мультитул. Я не знаю, наверное, есть смысл брать все-таки пару миллионов, как-никак. Можно сэкономить 19 ячей, к тому же. Ну, вот эти технологии придется, наверное, ломать как-то там и избавляться от них. Ну что, берем. Я не знаю, правильно сделали, неправильно, друзья. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Интересно, а можно можно очистить эту ячейку, например? Хотя, может, есть смысл отремонтировать? Я пробовал ремонтировать, просто будет пустой слот. И все, ничего особенного, но тратить на это 200 громатического металла, это перебор. Я не знаю, друзья, что я сейчас приобрел, хорошее, плохое, я пока не очень все это понимаю. Ну, например, если мы попытаемся разрушить. Хитро, разрушить нельзя, но при всем при этом я думаю, да, посмотрите, в половину дешевле нам поменять свой мультитул. даже с этими технологиями на новый. Это прикольно. Я думаю, может быть, мы так с вами и сделаем. Взлетное топливо. Металлическая обшивка. Давайте-ка прикупим вот этой штуки. Сколько их там, кстати? не знаю, штучек, может 10. Давайте купим все-таки из них крафтится. Отлично, отлично. Почему нет ячеек? Что случилось? Нементарь костюма. Так, хорошо. И что-нибудь еще надо сбросить. Варпичейка тем временем у нас есть. Кстати, это хорошо. Давайте-ка мы ее в звездолет переместим. Пускай-ка там полежит. И у нас по идее крафтится. Ага, они по 5 ложатся. Хорошо. Да, дегидроген 25. и вот эта вот ячейка. Половина только лишь крафтится. Ну ничего. И еще одну. Все, зарядились. Отлично. Ох, не знаю, правильно я сделал обмен, неправильный. Ну, в любом случае, у него даже при занятых ячейках чуть больше, чем у нашего предыдущего. Герметик можно купить. Кстати, вы знаете, а тут по сути не отходя от кассы практически, можно восстановить там всякие вот эти технологии. изменения погоды заканчивается. Плюс у него всякие улучшения для мультитула продается. Уже известен такой чертеж. Хорошо. Вы знаете, друзья, я сейчас попробую, наверное, поразбираться немного с этим всем делом. все-таки и возможно у этих ребят я что-нибудь прикуплю. мне кажется, можно попытаться как-то повосстанавливать там эти все поврежденные технологии, потому что у этих ребят продается и герметик, который вот необходим, например, вот здесь хроматический металл, например, здесь вот модуль технологический, который у нас к слову присутствует. но предварительно я предлагаю что? Вот, например, смотрите, герметик. Мы его сделать не можем. Нет, можем, из сжатого углерода. Но для этого нам нужно сперва углерода нажимать. В общем, друзья, попытаюсь сейчас немножко позаниматься вот здесь полезным делом повосстанавливать слоты у этого мультитула, вновь приобретенного нами. На этом мы с вами закончим эту серию. От вас я обязательно жду подсказок, советов, друзья, пишите, подсказывайте, чтобы у нас были какие-то цели на серию, чтобы я не просто бесцельно бегал по планетам и открывал всякие коробки. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой игре, по этой серии, по каналу в целом. Все пожелания, предложения, друзья, все направляйте в комментарии. Будем с вами там общаться и увидимся в следующей серии. Пока-пока.